В Украине грядет паспортная революция. В парламенте зарегистрированы два законопроекта, которые основательно изменят вид как внутреннего, так и заграничного паспорта. Вместо первого будут выдавать идентификационные карточки, а документ для выезда за рубеж дополнят биометрическими данными владельца. Для чего опять хотят менять документы? Вениамин Трубачев подержал в руках разные варианты новых паспортов и сравнил их с европейскими аналогами. Сначала появляется фотография, затем имя и фамилия. Десятки секунд и первая украинская идентификационная карточка, которая удостоверяет личность, готова. Правда, она оказывается в руках не у женщины-владельца, а у мужчины-разработчика. Условно скажем, это может быть документ, который заменит внутренний паспорт гражданина Украины. Кроме замены внутренних паспортов с нынешних бумажных на пластиковые, на предприятии, изготавливающем сейчас загранпаспорта, показывают еще и обновленные документы для выезда за пределы страны. Внешне эти документы мало чем отключаются, за исключением того, что электронный биометрический паспорт имеет на обложке специальный значок, который указывает на то, что в данном документе имеется чип, на который записываются данные о биометрических параметрах владельца. Правительство предлагает привычный внутренний паспорт гражданина Украины заменить удостоверением гражданина Украины. Как на самом деле будут выглядеть новые документы, руководство страны еще не решило, но определилось с данными, которые они должны содержать. В документе будут указываться имя, фамилия и отчество, дата и место рождения, пол, семейное положение и место проживания. По желанию человека могут внести дополнительные данные, такие как национальность, контактный номер телефона, сведения о детях, группа крови и резус-фактор, ну и обязательно фотография. У загранпаспорта тоже появится новое название, он станет просто паспортом гражданина Украины. В документе будет фотография, имя, фамилия, отчество и подпись. А дальше уже пойдут нововведения. На чип запишут электронное изображение лица и отпечатки одного из пальцев на каждой руке. Также могут внести и другие данные, например, отсканированную радужную оболочку глаза. В новых паспортах будет столько степеней защиты, что подделать их станет намного сложнее, чем нынешние бумажные. Такие документы будут соответствовать международным стандартам. Вы не назовете ни одной Украины, где есть два паспорта, ну вот европейская Украина. У нас их два. Называется паспорт гражданина Украины, да, и паспорт гражданина Украины для выезда за карту. Есть и другой вариант изменения паспортов. Пять депутатов во главе с Валерием Коновалюком предлагают в электронную карточку поместить дополнительную информацию, например, о льготах или социальных гарантиях владельца. Народный избранник показывает, какой у народа в будущем будет паспорт. Себе пластиковую карточку уже сделал. Она включает в себя мои отпечатки пальцев. В чипе информации есть все данные обо мне, как гражданине Украины. Фиксированной даты начала перехода на новые документы нет. Но министр внутренних дел Анатолий Могилев на встрече с европейскими коллегами очертил приблизительные сроки паспортной революции. Мы имеем полную базу и готовим их выготавливать. И все займем месяца три. И мы готовим выготавливать паспорта с биометрией. Что касается IDK-карток, замес паспортов внутренней Украины, то для всего потребна Бельщик. Кропотливая работа, она займем, я так полагаю, 9 месяцев в реке. В Бельгии до 2003 года, как и в Украине, тоже выдавали бумажные паспорта. Но теперь внутренний документ заменила ID-карточка. Ее нужно менять каждые 5 лет. С помощью этих документов бельгийцы могут также заполнять налоговые декларации в электронном виде, моментально получить любую справку или даже оформить место на парковке. Электронное удостоверение личности в Бельгии является обязательным документом. Каждый должен иметь такое, начиная с 12 лет. С 15 лет его можно предъявлять полиции. Если вы желаете путешествовать за пределы ЕС, нужно также иметь при себе паспорт. Такие, как и в Европе, биометрические паспорта для выезда за границу год назад начали выдавать в Грузии. Человек самостоятельно фотографируется, затем ставит электронную подпись. У него также снимают отпечатки пальцев. Процедура занимает 15 минут. Беру паспорт через 10 дней. И паспорт будет у меня защищен, я так думаю. Потому что берутся отпечатки пальцев и в любой точке мира могут найти и меня. Все максимально автоматизировано. В этой комнатушке данные о человеке заносят на электронный чип, вмонтированный в паспорт. Еще не было такого случая, чтобы из 230 тысяч, выданных в Грузии документов, находили подделки. Биометрические паспорта облегчают работу по граничным службам, так как происходит стопроцентная идентификация личности. Таким образом, риски, связанные с незаконным пересечением границ, сводятся к минимуму. Наличие биометрических паспортов – позитивный фактор в вопросах, связанных с либерализацией визового режима со странами ЕС. На безвизовый режим надеется и Украина, а с нынешними паспортами это невозможно. Устарели уже. И привести документы к европейским стандартам – одно из требований ЕС, чтобы в будущем возможно получить свободный въезд в Европу. Ведь в Европейском Союзе из 27 государств паспорта с биометрическими данными есть во всех странах, кроме Кипра. Сколько украинцу придется платить за новый загранпаспорт, в МВД еще не подсчитали. Но в общественной организации «Европа без барьеров» предполагают, что стоимость вырастет в разы. К тому же изготавливает паспорта не государственная, а коммерческая компания. Можно говорить о том, что существует, скажем, уже работающий другими странами, опыт, который говорит о том, что такой паспорт может стоить от 35 до 40 евро. Придется платить и за идентификационные карточки, так прописано в законопроектах. Хотя сейчас внутренний паспорт должны выдавать бесплатно. Но даже с обновленными документами, безвизовый режим или хотя бы упрощенный, пока в Украине никто не обещает. Венемин Трубачев, Надежда Дерманская и Диана Иоселиани. Подробности недели телеканал Интер, Киев, Брюссель, Тбилиси. Продолжение следует...